Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельных глав Тора и Шатра Авраама. И сегодня у нас глава под названием Вайера. Я хочу немножко напомнить, мы начали с вами вторую книгу пятикнижья Маше, то что называется Тора, пять книжек. И сегодня у нас вторая глава второй книги. И вся книга называется Шмот, то есть имена. И мы немножко вспомним то, что мы говорили на предыдущем уроке, что вот эта вся книга Шмот, или как ее назвали по-гречески Исход, она состоит из трех больших этапов. И почему-то греки выделили больше идею первого этапа выхода из Египта. И он действительно очень важный, один из этапов выхода из Египта. Но следующие два этапа не менее важные, потому что следующий этап это дарование Торы, получение откровения, которое дано было для всего человечества на горе Синай. И следующий этап это построение храма. Вначале это был переносной храм, впоследствии это будет в земле Израиля уже стационарный храм. Но это место, такой портал раскрытия Всевышнего. Можно сказать, что это является залогом успеха присутствия Всевышнего среди народа. Да, то это все три очень важных этапа. И мы с вами за вот эту книгу, мы будем как раз вот эти три этапа с вами рассматривать. В прошлый раз мы с вами разбирали идею, вообще как евреи оказались в рабстве. Очень интересный момент. Кто был, вы слышали, кто не был, вы можете это послушать. У нас есть канал YouTube Шатера Врама, и там все есть эти уроки в записи. Вот, интересный же вопрос, что евреи же были как бы Божий народ. На них было благословение Всевышнего. Мы видели, как они пришли, как они устроились в Египте. Всевышний им покровительствовал. И потом вдруг тот же Всевышний как-то убрал с них свою защиту. И как-то постепенно они оказались в таком бедственном положении, которое усугублялось, усугублялось и усугублялось. И мы конкретно разбирали этапы, да, с чего все началось. Вначале им сказали, давайте не выделяйтесь, будьте как все. Вы здесь такие же граждане. Зачем вам какие-то непонятные для других законы? Зачем вам обрезания? Зачем вам вот эти ваши имена странные? Зачем вам ваши одежды странные? Зачем вам ваши праздники странные? Потихоньку будьте как все египтяне, и мы будем дружно здесь жить. И потом дальше, дальше, дальше мы с вами прошли такой ряд, как не становилось им все тяжелее, тяжелее, тяжелее. Вот. И сказано, что Всевышний услышал вопль еврея в рабстве. Он находит подходящего человека, которого зовут Маше. И Всевышний наводит 10 казней на Египет, чтобы вывести еврейский народ. Это как бы немножко, ну, то, что история нашей главы. Вот. И мы сегодня поговорим о предназначении этих казней. Поговорим немножко о Маше и его миссии. И поговорим о том, как эти знания может применить для себя каждый человек. Да, потому что самое важное понять, что Тора – это книга жизни, что это вечное откровение, а значит, это не просто история. Поэтому, если мы будем просто рассматривать это как историю, ну, сегодня каждый ребенок знает, сегодня Голливуд постарался, и другие сказочные режиссеры. Сегодня есть мультфильмы про это, сегодня есть фильмы про это. И так или иначе, в каких-то тонкостях или без подробностей каких-то, но все человечество знает про египетские казни. Так же? Ну, если это просто история, нам это очень скучно. Много было интересных исторических событий. Нам интересно, как эти принципы я могу сегодня прямо понимать в своей жизни. Как мне не оказаться в рабстве? Как мне не попасться так, чтобы меня жизнь загнула так, что вопль придется делать Всевышнему? Правильно же? Мы же можем учиться на этих ошибках. Вот, потому что тут сказано, что Всевышний услышал вопль народа, и говорит, я слышу вопль народа, которого порабощают египтяне, я иду избавить его. Так вот, чтобы у нас не было такого вопля, нам даны какие-то тонкости, какие-то понимания, как к этому не прийти. Что даже Всевышний откажется помогать уже жить человеку. А вот сегодня мы как раз немножко об этом поговорим. Поэтому самое важное, чтобы мы выносили отсюда уроки, как мне применять эти знания, вот прямо сегодня в моей личной жизни. В принципе, для этого Тора она и дана. Вот, и мы говорили о этапах порабощения, а сегодня поговорим о подготовке к выходу из этого рабства. Да, потому что есть тоже какие-то этапы, оказывается, еще не так плохо. Завопить легче, а вот дальше, как выходить, тоже есть какие-то тонкости. Вот, и начало нашей главы мы видим интересный диалог Маше с Всевышним. Мы уже видели с вами в прошлой главе, как Маше пошел за овцой, которую он пас, она потерялась. И он увидел горящую копель, как ее называют, горящий куст. И куст не сгорал, и его привлекло это чудо. И он услышал голос Всевышнего, Маше сними обувь, потому что место это свято. И Всевышний обратился к Маше и стал с ним разговаривать. И как раз в этот момент Всевышний призывает Маше и предлагает ему особенную миссию, чтобы Маше пошел и освободил свой народ из Египетово-рабства, рабства этого египетского. И Маше мы видим в шоке, начинает отговариваться. Кучу причин находит, почему он не может этого сделать. Это мы немножко попозже с вами тоже поговорим. И сказано так. «И говорил Всесильный Маше, я Бог. Я открывался Авраму, Ицхаку, Якову в образе всемогущего, но своей божественной сущности я им не открывал». И дальше он говорит. «Услышал я стенание сынов Израиля, которых порабощают в Египте. И вспомнил завет мой». И интересно, вот я специально выписал это место, потому что оно такое важное. Это третья глава книги Шмот, 15 стих. И там написано «Бог отцов ваших, Бог Аврама, Бог Ицхака, Бог Якова. Вот имя мое навеки». Это выражение интересно для людей, которые обозвали первую часть Торы Ветхим Заветом. Да? Но почему-то сам Всевышний, он говорит, что я Бог, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Вот имя мое навеки. То есть у него есть разные имена. Мы с вами тоже об этом говорили, потому что сейчас это нам важно. Он говорит, я вот им открывался с одним именем, тебе сейчас открою с другим именем. Что такое вот это божественные имена? Это то, что тоже люди, ну, немножко религии по-своему это все обозвали, назвали. То мы говорили, что есть Сам Всевышний, а есть Его проявление. И когда он хочет качества, например, милосердный, он выступает с одним именем. Когда он судья справедливый, он выступает под другим именем. Когда он, например, Бог Исцеляющий, он выступает с третьим именем. Есть вот такие качества. Это называется имена Всевышнего, определенные виды раскрытия. Пришел исцелить человека. Бог Исцеляющий. Сделать пришел какое-то наказание, Бог справедливый судья. Элаким. И вот здесь как раз вот это вот говорится. И говорил Всесильный Моше, я Бог. Я открывался Аврааму Исаку Якову в образе всемогущего. И здесь по-русскому непонятно вот эту вот тонкость, которая здесь передается в этом диалоге. Вот он говорит, я открывался им как Элаким. Что значит как Элаким? Вот так и говорят. Бог всемогущий, например, переводит. Что такое всемогущий? То есть все могу внутри созданной мною системы. То есть Исцеля говорит, я сотворил этот мир. Вот этот шарик под названием планеты Земля. Я это все создал. Я создатель этого, творец. И я все могу внутри созданной мною системы в этом размере. Да, поэтому в принципе же нет конфликта вот то, что люди через непонимание сами неправильно поняли, вот научные люди. Они считают, что вот наука это понятно, все физика понятно, там это химия. Но они не видят в этом божественного. Они не видят, что все эти физические законы и законы химии, это все создал Бог. Это и есть все то, что находится внутри созданной им системы. И он постепенно открывает людям и принципы медицины, появляются разные аппараты хорошие, которые могут видеть внутри человека. Это же все божественное провидение. И это не надо отделять от Бога. Надо наоборот видеть в этом Всевышний, как Эл-Аким, он действует в этих размерах, в созданной им системе. Внутри он открывает людям какие-то новшества. Каждый раз что-то новое он людям открывает. А люди как бы это обнаруживают. Ведь люди же не создали ни один закон физики. Так же? Они их все обнаружили. А создал их кто? Создал их Всевышний. Но тут он интересно говорит, что я так открывался праотцам, а тебе сейчас я откроюсь вообще с новым именем. И вот здесь стоит вот это четырехбуквенное имя Всевышнего, которое непроизносимое. Называют его Ашем. Вот когда вот все дети еврейские говорят, ну Ашем сказал то, Ашем сказал то. Почему Ашем то имя переводится? Чтобы не произносить вот это четырехбуквенное имя, но оно и не произносится даже. Его даже выговорить трудно. И он говорит, ну тебе я сейчас открою совершенно с другой точки зрения, как еще не открывался праотцам. Им я открывался как все могу внутри созданной мной системы, а сейчас я откроюсь чудесами. Я откроюсь так, как еще меня этот мир не видел по-новому. Я отменю все законы природы, когда надо, когда я посчитаю нужным. Ну вы поймете сейчас, ну что я на самом деле могу. И этот мир увидит такие чудеса, которых до этого не было и впоследствии тоже будет очень редко. Но сейчас пришло время мне вот так раскрыться. И Всевышний говорит Маше, вот он ему объясняет, что сейчас будет происходить. И вот он посылает его и намечаются вот эти казни. И нам надо понять, для кого же все-таки были даны эти казни. Потому что казни имели тоже такую двойную направленность. Вот это вот, когда человек не углубляется, можно не заметить. Потому что чаще всего, ну дилетантская точка зрения, они говорят, ну казни нужны были для Египта. Как бы тоже да. Но тут сказано, что я услышал стинание сынов Израиля, которых порабощает Египет. То есть мы посмотрим направление казни, как для египтян, и так же само казни, как для Израиля, который вопил к Богу. А сразу хочу вас нацелить, вот как Любавище Скеребарю, каждый еврей должен каждое утро, с раннего утра выходить из Египта. То рассмотреть понятие и Египет, и Израиль внутри себя. Потому что человек иногда он живет как божий человек, а иногда он живет как египтянин. И все египетские вот эти вот законы, он очень как бы страстно пытается воплотить в свою жизнь, потом он опять вопит к Богу, потом опять как египтянин. И когда мы понимаем взгляд Всевышнего и на Египет, и на вопль Израиля, то нам тогда понятней, как это все понимать для самого себя. Значит, для кого казни? Стинание и вопль евреев, одно направление. И я наложу, он говорит, руку на египтян, и выведу мой народ, наказав страну египетскую крепкими казнями. И как мы знаем, наказание было вот эти 10 кар. И мы возьмем самый простой аспект. Вот есть такой аспект, который называется мера за меру. Как в песне поется, ничто на земле не проходит бесследно. То, что человек сеет, то он и пожинает. Посеял картошку, что он пожнет? Картошку. Помните, Мульсиль, поделись улыбкой своей, она к тебе еще не раз вернется. Посеял людям радость, пожнешь тоже радость. Посеял зло какое-то, тоже пожнешь зло, не дай бог. И когда человек понимает этот закон, делай то, что ты хочешь получить в ответ. Делай, живи так. И как люди любят, говорят, и вселенная тебе откопирует то же самое. Потому что так Всевышний устроил. Это правильно они говорят. Только когда говорят слово Вселенной, я всегда люблю сказать, что Всевышний. Потому что он создал эти законы Вселенной, чтобы не вуалировать, кто здесь главный. А главный есть Всевышний, это его законы, это его такое желание, такая его воля, чтобы человек мера за меру получал то, что он заслуживает. И мы видим тут также самый интересный момент, как бы, если читать, не задумываясь над прошлым, как будто египтяне, они полные язычники. Но тут есть интересный момент. Ведь мы же знаем, что сейчас уже пришло время, еврейский народ уже лет 80 находится здесь. И первые 80 лет они жили хорошо. И вначале там был Яков, и там был Йосиф. И сам фараон говорил, что Йосиф это Божий человек. И что этот Бог спас весь Египет. То есть они не были абсолютными язычниками. Также мы знаем, что предыдущий фараон, который, возможно, являлся дедушкой или прадедушкой этого фараона, который когда-то встретил Авраама, и попытался забрать его жену Сару. И Бог пришел ему ночью. И там у всех была болезнь. И фараон тоже сказал, Всевышний пришел ко мне, забери свою жену, возьмите еще деньги. И еще и довели их до границы, чтобы их никто не обидел. То есть мы понимаем, что фараон и египтяне, так или иначе, они уже встречались с Всевышними, знали о его существовании. Но в данном моменте, знаете, как забывается. Забывается. Раньше помнили, а потом забыли. И потом забыли. И это очень важно, потому что вот мы здесь получим серьезный урок. Так бывает. Вначале человек живет как верующий. Все. А потом, когда у него становится все хорошо, и Всевышний ему помогает, он, не дай Бог, начинает понемножку, потихонечку обратно становиться на египетскую дорожку, скажем так. И потом говорит, а кто такой Бог? А Бог-то тут при чем? У нас есть Нил, у нас есть свой водопровод. О дожде нам мы не молимся. Мы все сами, своими руками. Хлеб добавим своими руками. Это мы, это сами. Причем здесь Всевышний. Какой Всевышний? Кто такой? Вот. И мы немножечко разберем вот эти вот 10 казней, которые были мера за меру. Это самый простой смысл вот этих казней. Там есть более глубокие вещи. Ну, если вам интересно, посмотрите, в прошлом году мы разбирали эти казни очень подробно. Повторяться уже просто не будем. Значит, простое объяснение такое. Вот я просто перечислю эти казни немножечко. Значит, мы знаем из истории нашей главы, что египтяне топили еврейских детей в Ниле. И поэтому первая казнь – это была кровь. Река превратилась в кровь. Вода превратилась в кровь. И здесь есть интересное такое, как бы, вразумление для нас, да, что, знаете, часто люди хотят построить свое счастье на чужой крови. Ну, пусть это будет не про нас сказано, такое абстрактное понимание, да, сделав кому-то плохо, и на этом построить какое-то светлое будущее. Так мы видим, что это, ну, так не работает. Так хотели египтяне. Они хотели топить еврейских там по своим причинам. Мы тоже в прошлый раз об этом говорили. Да, из-за своих корыстных целей, в принципе, чтобы народ не ушел из рабства, чтобы рабы работали и беспокоились о возвеличивании Египта. И они топили еврейских детей. Поэтому вода превратилась в кровь. Следующий момент – это когда жабы были повсюду. Тоже объясняют нам наши мудрецы, это было эмоционально, наказание эмоций. Это было очень мерзко. Представьте, везде, где откроют какую-то кастрюлю, там жабы. В постель, там жабы. И до того у них была моральная депрессия у всего Египта. Они никак от этого не могли избавиться. А почему? За то, что они получали удовольствие от издевательств над еврейским народом. Это тоже, нам говорится, мера за меру. Есть люди, когда им нравится издеваться над другими людьми. И есть какое-то время, когда есть допущенное время, что у человека получается, он радуется. Но потом приходит время, и он говорит, ой, что-то у меня все поменялось. Белый свет мне не мил, за что это мне? Это мера за меру. То, что ты тогда сеял. Сейчас ты пожинаешь. Ну, дальше мы немножко, вы сами проводите эту параллель. Дальше написано, что земля превратилась во вшей. И рассказывают нам, ну, медраши, наши святые тексты, какое было рабство. Мало того, что евреи работали вот на этой стройке, все вместе. Но еще фараон дал указание всему своему народу. Египтяне имели право после рабочего дня прийти в этот лагерь, там, где жили евреи, и взять себе для домашней работы любого раба. Там, идем, мне постираешь, идем, мне будешь пасти мою скотину, идем, будешь подметать мой двор. То есть, вот такие вот были издевательства. Человек отработал всю смену, сделал норму необходимую, там, этих кирпичей, ну, настройки. А вечером он пришел в барак, хочет поспать, но приходит какой-то египтянин и говорит, так, ты и ты со мной поработай еще на моем поле. Вот, и говорит, так как они заставляли подметать свои улицы, ну, чистоту, чтобы было чистенько у них, красивенько, так вот прах превратился в овшей. Следующий момент, они заставляли их ловить диких животных. Это была опасная работа, и кому этим заниматься? Евреев, иди с палкой лови медведя, да? Ну, они так делали, все вышли, говорит, вы хотите диких животных? Так они сами придут к вам в ваш город. И будут львы ходить, терзать вас, детей ваших терзать. Медведи будут ходить по городу. Дикие животные, они придут и наполнят ваши города. И будут рвать и кусать вас, и так далее. Раз вы так хотели, получите. Следующий момент. Они заставляли пасти свой скот, да? Тоже в неурочное время. Поэтому следующая кайс была морскота. Всевышний говорит, вы переживали, чтобы вашему скоту было хорошо? Получите. Вот ему сейчас будет полностью хорошо. И тогда пришел мор, весь домашний скот, он погиб. Тут уже, ну, да, урок какой-то мы получаем. На чужом горе, на чужом никогда ты ничего хорошего, долговечного точно не построишь. Может быть, какое-то временное обманное чувство какого-то превосходства. Но потом все это, то даже лучше и не начинаться. Так же? Следующий момент. Сказано, что были нарывы и язвы на теле. И объясняю, что они брали тоже евреев и заставляли нагревать воду для бань. У них были там целые процедуры натирания. Слишком они беспокоились о своем теле, о чистоте. Так Всевышний говорит, ну, так как вы так сильно беспокоились за чужой счет, то нате вам нарывы, язвы, и вам уже ни натирания, ни умывания. Вы уже даже захотите, не сможете это иметь. Дальше. Написано, что град пришел, побил все сады. Потому что кто их сажал, эти сады? Так же само рабы. Приглашали рабов, заставляли садить деревья, чтобы красивые у них были там парки. Все, град побил весь урожай. Дальше. Сказано, что они заставляли сажать свои поля. Вот свой участок кто сажал? Не сам египтянин, который жил, а он брал еврейских рабов, и они им сажали этот урожай. И поэтому весь урожай съела саранча. Ну и следующая казнь, вот казнь тьмой предпоследняя, да, это казнь тьмой, то объясняют, что они отвергли волю Всевышнего. А воля Всевышнего, это свет. Они отвергли свет и выбрали тьму. Выбрали тьму, значит, сидите во тьме, вот эта казнь, три дня была такая сильная тьма, что все египтяне сидели и не могли пошевелиться. И что очень интересно, все эти казни, в чем интересно, все вышли, я положу границу. Вот все это у египтян будет, а у евреев этого не будет. Будет все как раз наоборот. И когда у тех была вода с кровью, то у евреев была чистая вода. Там Медраш описывает интересный момент. Если египтянин какой-то хотел найти чистой воды, он должен был купить это у еврея. А если он пытался по старой памяти забрать это, то только он забирал чистое ведро воды, оно тут же превращалось в кровь. Если он платил за эту воду, то это водичка, которую он мог попить. Ну, представляете, такое именно научающий семинар. Всевышний устроил Египту. Да, Всевышний устроил это Египту. Немножко мы посмотрим глубже. Есть интересный вопрос, который часто задают. И есть на него интересный ответ, который не все слышали. И мы сейчас с вами об этом немножко поговорим. Вот в нашей главе сказано, точнее это сказано в начале следующей главы. Ну, мы немножко забежим вперед. И там сказано, что Всевышний говорит, я ожесточу сердце фараона, и он не отпустит твой народ. И вот тут вот получается, ну, сложный момент. Получается как, Всевышний сам ожесточает сердце фараона. То есть забирает у него свободу выбора. А раз у фараона нет свободы выбора, значит, его не за что наказывать. Потому что как? Всевышний дает человеку законы и дает возможность их нарушить. И потом за выбор человека, за свободный выбор человека есть или поощрение, или наказание. Если человек выбирает волю Бога и отвергает зло, то ему есть наказание, благословение, поощрение, как угодно это можно назвать. Если он говорит, а меня не интересуют законы, я живу как хочу, он свой выбор сделал, все по-честному, приходит ему за это наказание, сам выбрал, сам получил. То задают мудрецы вопрос, как же тут получается, если фараон Всевышний говорит, я ожесточу его сердце. То за что тогда ему наказание? И всему Египту за что тогда наказание? Интересный вопрос. Интересный вопрос. И наши мудрецы объясняют, что, во-первых, это произошло не сразу. Если мы глубже посмотрим, то это произошло только после седьмой казни. Вот это выражение произошло только после седьмой казни. То наши мудрецы объясняют, что за сильное прегрешение, за сильное прегрешение, это как исключительная мера. Есть такое наказание, что Всевышний может даже отобрать у человека право выбора. То есть это уже все, когда его долготерпение окончено. И если мы посмотрим внимательно, то какое было прегрешение вот у фараона, а мы знаем, тогда существовало семь законов, о которых мы часто говорим, которые и сегодня существуют, которые даны были после потопа, которые олицетворяют радуга. И одним из этих законов сказано, что запрещено осквернять имя Всевышнего, запрещено поклоняться идолам. И вот именно осквернять имя Всевышнего. И мудрецы объясняют, как оно тут проявлялось. Что вот это вот осквернение имени, а кто такой Бог, когда фараон говорил, да? Что имеется в виду? Ведь он же знал, как мы уже сказали, что есть Бог. И Египет уже встречался с этим Богом. Но вот это осквернение имени на иврите есть такое выражение, хилуль ашем. Это очень строгое наказание за это приговор. Хилуль ашем, это осквернение имени. Ну, по-русски говорят, сквернословить Бога. Но надо глубже понять, что это такое. Мало кто так берет и просто говорит какие-то глупости. Это только анекдоты про это есть, да? А на самом деле выходит так, как в анекдоте. Учительница говорит, Мойшик, встань, похули Бога, его же нет. А Мойша говорит, смотрите, Мария Ивановна, если Бога нет, то на кого я буду там кричать? А если Он есть, то зачем я буду портить с Ним отношения? И что такое хилуль ашем, осквернении имени? Так наши мудрецы объясняют. Вот послушайте, корни из букв состоит вот это слово хилуль. Есть такое слово халаль. Халаль – это пустота. То что такое осквернение имени? Это когда человек так живет, когда он говорит, все его мировоззрение говорит, что «А Всевышний для меня пустое место. Я сам решаю, как жить». Вот это вот именно была идея фараона и идея Египта. Какой Всевышний? Кто такой? Он для меня… У нас свое тут египетское мировоззрение. И дальше, интересно, наши мудрецы объясняют, есть слова. Махала – это болезнь, а мехила – это извинение. То если тут сложить такой из этих букв, которые обозначают осквернение имени, получается такая цепочка, что если человек живет так, как будто Бог для него пустое место и все его законы, то приходят ему болячки, которые приводят ему к извинению. И тогда он начинает вопить к Богу. И теперь мы можем просто перейти к пониманию, а для чего еще нужны были казни. Потому что кто у нас завопил к Богу? Завопили еврейские люди, которые мы видели в прошлой главе. Они сами немножко уподобились Египту. И как бы, как говорят, у нас сами наступили на те же самые грабли. И попытались так жить, как будто тоже для них Всевышнего нет. И поэтому они вышли из его юрисдикции, из его помощи, из его защиты. И тогда египтяне сделали с ними то, что хотели они сделать. Долго ждали, как говорится, а тут вот на тебе. Каждый человек может поразмышлять, как это происходит в сегодняшнем мире. Когда человек говорит, ему говорят, встречаются верующие люди, или как-то Всевышний создает условия, чтобы человек что-то услышал, что-то понял. А человек говорит, я сам по себе знаю, как жить, не учите меня, как жить. Я сам себе Бог. Пожалуйста, столкнись тогда напрямую с трудностями жизни. И потом, к чему это все приводит? Человек говорит, Господи, извини меня, если ты есть. Всевышний говорит, о, вот это вот как раз то, что я хотел. С этого момента начинаем. И мы можем увидеть, что вот два качества вот этих Всевышнего. Есть милосердие, а есть справедливость. И мы видим, что именно к Египту Всевышний проявил абсолютную справедливость. Мера за меру. Так же? И все вот эти казни, они были очень понятные. А вот к евреям наоборот. И, кстати, интересный момент. Ведь фараон же, вот он до конца не раскаялся. Смотрите, он даже когда решил отпустить евреев, это не значит, что он раскаялся перед Богом. А мудрецы объясняют, он же все-таки по лукавству поступил. Он не сказал, что, Господи, извини за то, что я так относился к твоему народу. А он говорит, ладно, пусть уходят, а то я как царь вообще больше не состоюсь, потому что всему Египту будет конец. Раз уже первенцы умерли, он понял, что уже все, серьезно. Не только лошади там, не только эти деревья, а уже и до людей Всевышний добрался. Следующий. Поэтому он говорит, да-да, все, теперь пусть идут. Но он же не раскаялся. То есть это было лукавство по отношению к Всевышнему. И тогда что? Следующий шаг, вот это вот казнь у моря. Которая тоже будет в следующей главе. Когда они даже потом передумали и погнались догонять, то все они нашли приют в море. И больше уже оттуда никто не выпал. И тоже там интересный момент такой есть. Одним надо вспомнить. Потому что когда евреи перешли на другую сторону, а египтяне за ними погналось, и море закрылось. То там описывают мне, драш, интересные моменты. Там написано, что евреи стояли и смотрели, как тонули египтяне. И Всевышний запретил им радоваться. Он говорит, не радуйтесь, это люди, это мои творения. Поэтому не радуйтесь. Но вы должны видеть, что существует моя справедливость. Это вам, евреям, также урок. И интересно, там написано, что каждый человек, создалась такая атмосфера, видел того, который над ним издевался. Ну, знаете, когда над тобой долго издевается какой-то египтянин. Они ж любили, вот мой любимый раб. И взялся уже одного и издевается над ним до последнего. И каждый видел своего угнетателя. И написано, что были разные. Некоторые немножко издевались, некоторые были сердобольные, а некоторые были такие негодяи, закоренелые. И сказано в Медраше, что каждый тонул по-разному. Кто-то быстро утонул и не мучился. А кого-то било волнами, он выскакивал, подскакивал. То есть в зависимости от тяжести вот этого вот негативизма, и все евреи видели вот это вот воздаяние. И Всевышний запретил им радоваться. Тоже очень такой интересный момент, двоякий такой. Во-первых, ты видишь справедливость, и это возбуждает твою веру. Но ты не должен радоваться, когда люди умирают. Это очень нехорошее явление. Такой урок мы отсюда выносим. И поэтому здесь тоже сработал такой закон, что с лукавым Всевышний поступает по лукавству его. Поэтому фараон думал, что он всех перехитрил, что все у него будет хорошо. Но хорошо не было. Как он был лукавый с Всевышним, точно так же по лукавству его и поступил с ним Всевышний. То есть очень честная система. Теперь немножко вопрос. Если мы говорим, что казни были только для Египта, то могло же быть все гораздо проще. Если цель была просто вывести евреев, то не надо было 10 казней. Как кто-то пошутил, говорит, что Всевышний 10 раундов боксировал с фараоном, что он силами мерялся, он бы мог одним ударом, причем любую казнь. Надо было оставить их живых, навел бы на них удушающий сон какой-то, и потом они проснулись. Или навел на них удушающий сон, и потом они не проснулись. Ну, то есть можно было бы сделать все гораздо проще. Если это казни только для Египта, то можно было с одного удара уничтожить. Так же? Но объясняют нам наши мудрецы, что в большей степени эти казни были нужны для еврейского народа. Потому что когда они вот это вот все наблюдали, и человек не может за, там, например, если бы это было за неделю, человек не может изменить свое мировоззрение за неделю. А так это происходило все на протяжении года. Они видели одну казнь. Они размышляли, анализировали. Они видели вторую казнь. Они размышляли, анализировали. И у них проходило, у самих очищались их сердца, и приходила вера, к ним возвращалась вот та вера, которая должна у них была быть изначально. И потом мы видим, когда им надо было выходить, они сделали, ну, подвиг. Они взяли ягненка, привязали на глазах у всех. Это был объект поклонения египтян. Привязали к ножке кровати, потом зарезали. И с высоко поднятой головой вышли из этого рабства. И ко всему вот этому была вот подготовка. И объясняют нам наши мудрецы немножко скрытых знаний, да, что десятью речениями был создан мир. Вот если мы откроем книгу «Барышит», «И сказал Бог то, и сказал Бог то, и сказал Бог то». Десять речений. А мирозданием мы знаем, что так же само была создана и душа человека, помещена в тело. Все было вот этими десятью каналами. Десять сил Всевышнего, так можно назвать. И получается, что когда они отвратились от веры, отошли, эти каналы были у них закупорены. То есть закрыта душа, все силы души закрыты. И поэтому было десять казней, что каждая казнь открывала один канал. Открывала один канал. Можно понять вот слова молитвы. Есть в еврейском молитвеннике такие слова, что очисти сердце наше, чтобы мы служили тебе искренне. Да, чтобы вот выполнять заповеди искренне, со всем сердцем, ну с чувствами, с пониманием. И для этого надо было открыть все каналы. И мы видим, что вот эти казни, каждая казнь открывала один канал, открывала один канал. Вот, и вот эти десять казней, очистили эти десять каналов, и потом евреи вышли на гору Синай и получили десять заповедей, которые являются как бы квинтэссенцией всей Торы. Говорят, вот это сила вашей души, вот это примите это сердцем вашим, умом вашим, и существом своим, и живите по этим законам, и я буду вашим Богом. Еще немножко мы можем увидеть, что в начале главы тоже, в прошлом году, мы очень разбирали вот эти вот явления, как очищалась душа, что наши мудрецы объясняют, что, ну, каждая еврейская душа, она имеет как бы пять сил. Пять сил. Душа, она одна, но в ней есть такие пять, как бы, источников сил. И вот когда Всевышний сказал им, что я вас, выведу вас из-под ига Египта, избавлю вас от служения им, спасу вас мощью великой и страшными карами, возьму вас себе народом и буду вам всесильным, и приведу вас в страну, которую обещал Аврааму Ицхаку Якову, и отдам вам ее в наследие. Вот это, когда люди говорят спасение. Так вот, здесь раскрывается пять пунктов спасения. Наши мудрецы говорят, что это все очищение вот этих сил души человека. Потому что есть физическое угнетение. Он говорит, я вас выведу, введу вас в страну, дам вам страну, избавлю вас. Есть моральное угнетение, есть душевные какие-то, ментальное, когда человек, ну, его разум его страдает, есть, когда его эмоции страдают, есть, когда связь с Богом нарушена. Он говорит, и буду вам, возьму вас себе народом, и буду вам всесильным. То есть, я восстановлю полностью вот эту вот связь с вашей душой, восстановятся все вот эти внутренние качества. И мы видим, как это все происходило, когда было на горе Синай, вот это серьезное дарование Торы, и души там вылетали, произошла серьезная перезагрузка, как говорится, да. А потом, добро пожаловать, идите в землю, вот вам законы, и постройте там, ну, такой образ жизни, как я вам предлагаю. Мы разобрали немножко, вот, о смыслах этих казней. И теперь несколько слов, скажем, вот, о самом Маше. И как мы можем этот образ применить себе сегодня. Самое важное, что мы с вами живем в такое время, что этот образ Маше может применить сегодня любой человек. Может применить любой человек. Ну, мы можем увидеть, что изначально, изначально Маше родился в сверхъестественных условиях. В прошлой главе мы это говорили, что его родители вообще развелись в начале. В томидрашном рассказе, да, когда фараон создал указ топить мальчиков, то папа Маше развелся со своей мамой. И тогда подошла их дочка, сестра Маше, и сказала, папа, ты поступил хуже фараона. Фараон приказал убивать только мальчиков, а ты, получается, приказал не рождаться и девочкам. И папа пересмотрел свою идею, обратно женился на маме, и написано, из-за чала на мальчика и родился Маше. Ну, я здесь интересный урок нахожу. Смотрите, тоже есть здесь такая мистика, немножко кабалы. Вот как по принципам это можно увидеть? Муж и жена, и они развелись. Есть муж, есть жена, а есть семя и результат. И объясняют наши мудрецы, что муж – это идея, а жена – это реализация. И как часто бывает, у человека есть какая-то идея, и он ее долго не реализует. Ну, с реализацией что-то не получается. И есть два выхода. Кто-то говорит, что я опущу руки, ну, тогда и идеи нет, не надо мне ни идея, ни ее реализация, ничего. А тут написано, он пересмотрел, понял, что реализация неправильная, безбожная. Кто его, маленькая девочка, ему об этом подсказала. Он принял это и вернулся к Божьей модели. И что получилось? Вернулся к Божьей модели, правильная реализация, родился младенец, который впоследствии станет главным героем нашего романа, как говорится. Ну, и последний такой эпизод. У нас вчера был интересный такой урок с Рэбдолбером Байтманом. Я хочу поделиться немножко. Вот мы видим, что Маше был предопределен. Предопределен. Но в нашем материальном мире тоже есть какие-то моменты, которые показывают, как идея Всевышнего, как она реализуется. И те, кто не видят, как это там повыше, но могут увидеть, как это вот в наших эпизодах происходит, как это реализуется. И помните, мы в прошлый раз немножко смотрели, за что же Всевышний именно Маше выбрал. Мы говорили, помните, такой пример, что он нашел овечку, и он не сказал, ях ты блудная овца, тупая, упертая, отбилась. А он сказал, ты ушла, потому что тебе не хватало воды. То есть он не видел проблему. Знаете, есть человек, и когда человек в трудностях, ну понятно, что он не зря же в этих трудностях находится. Наверное, безбожный образ жизни его туда привел. И такой жесткий, религиозный человек, он так и скажет, ну так а кто тебе доктор? Ха-ха-ха. Вот я с Богом, у меня все хорошо, у тебя все. Ну так молись Богу, да? И будет как-то даже злорадствовать иногда. А Маше таким человеком не был. Он видел только проблему, только сострадание. Он не смотрел на то, как было. Ну из-за чего были эти проблемы. А он говорит, главное, что, ну, проблема есть, надо помочь решать. Вот это был человек выбран, чтобы вытянуть народ. Который имеет сострадание, который может входить в положение, который не будет злорадствовать. И вот здесь, на вчерашнем уроке, интересный момент. Что когда Всевышний говорит Маше, что я посылаю тебя к фараону, и ты выведешь мой народ. А Маше ему в ответ говорит, кто я такой, чтобы идти, ну, и к фараону. Кто я такой, чтобы идти к фараону. И Всевышний говорит, и вот тебе знамение, что я посылаю тебя. И интересный момент, там замечают наши мудрецы, что вот Всевышний говорит, я тебе вот знамение, что я посылаю тебя, что ты справишься. А Маше говорит, кто я такой, как это я справлюсь. Кто я такой, чтобы идти к фараону. Во-первых, я там преступник. Во-вторых, я косноязычный. И там много-много. Кто я такой, чтобы справиться со столь высокой и большой миссией. И объясняют наши мудрецы, и нету идеи, а какое же знамение. А знамения никакого нету. И объяснение такое, что вот это выражение, вот тебе знамение. На иврите там написано такое выражение, что вот конкретное какое-то знамение. Что ты прям вот его сейчас видишь, оно у тебя на глазах. То есть такой пример привести, что если лежит каких-то 10 вещей, я могу сказать, подай мне вот это. Ну, что-нибудь подай. Любой человек возьмет что угодно. А могу сказать, что вот конкретно вот эту вещь, из всех, что там находятся, вот эту конкретную, которую ты видишь. И здесь так стоит, такое на иврите выражение, что вот конкретно знамение. Мудрецы объясняют, что же Всевышний увидел здесь за знамение. Это потом, он ему уже дал там посох, но здесь в разговоре никакого знамения нет. А что же вот это знамение. И Всевышний имеет в виду, что вот это твое выражение, что кто я такой, что я пойду. Вот это и есть знамение, что ты готов пойти выполнить эту миссию. Потому что, когда человек говорит, я такой теперь буду освободитель, у меня теперь такое крутое положение, сам Всевышний меня назначил. Говорит, да, конечно, я вот чемпион. Да, да. Освободитель такой. А он говорит, я вообще ноль. Ну, как вообще я могу? Всевышний говорит, вот это знамение, что ты как раз можешь. Иди, и я буду с тобой. Вот. И как это относится к каждому из нас сегодня? Мы с вами живем в такое время, когда приближается вот то, что мы называем приход Машеха, когда люди объединятся в одной вере, и будут верить во Всевышнего. И грешники будут потихоньку приходить и верить во Всевышнего. Ну, как это может происходить? Когда кто-то придет, им об этом скажет. И Маше показал просто пример любому человеку, да, без каких-то особенных, как люди говорят, еврейских штучек. Вот эти семь законов, которые Бог открыл человечеству, сам себя, как он открыл человечеству, да, и каждый человек, он может понимать, что если он живет и в поле его зрения есть люди, которые очень похожи их жизнь на египетские казни, то он может просто прийти к этим людям и дать просто дельный совет, что вот есть Всевышний, надо туда вопль послать, и он, услышав просьбу о помощи, и просто научить это сделать, а потом привести этого человека на свою маленькую гору Синай, где он сможет изучать постепенно Тору, изучать эти законы, и благодаря этому с помощью поддержки Всевышнего сможет поменять свою жизнь. Вот я всем вам желаю, чтобы вы взяли эту идею и посмотрели вокруг себя, и с этого дня начали не быть безразличными к проблемам других людей. И тогда Всевышний скажет, о, молодец, каждый человек, невзирая на возраст, Маше было уже 80 лет в то время, а Всевышний говорит, это же самое главное, что ты понимаешь, что ты сам этого не можешь, но когда ты хочешь и пойдешь, то я буду с тобой везде. Вот и все. Все, будьте здоровы.